Мир вам, дорогие друзья! Знаете, у проповедников иногда бывает одна проблема. Я вам немножко расскажу о ней. Ты выбираешь какую-то тему, начинаешь на нее готовиться. И ты день рассуждаешь, другой рассуждаешь. И знаете, иногда бывает приходишь к выводу, что не та тема. В общем, ты уже потратил какое-то время, ты уже сделал какую-то разработку. А понимаешь, тема-то не та. Она та, она хорошая тема, но внутри ты понимаешь, что надо что-то другое готовить. И вот сегодня как раз тот случай. И я поменял тему и готовил другую тему. Не ту, которую я взял изначально к сегодняшнему дню. И знаете, когда я узнал, о чем будет говорить Вениамин, первый брат, я понял, почему я эту тему поменял. Я ее немножко продолжил, как раз вот эту тему, которую мы сейчас слушали. Тему о слушании Бога. Ну, вообще, тема обобщения. Обобщение человека и с Богом. Знаете, человек настолько социальное существо, что ему необходимо общение. Вот посадите его одного, он зачахнет. Ему надо говорить, с тем-то общаться. Иначе скучно, да? Иначе не идет жизни. И человеку нужно общение. И человек так изобретательный, что он очень много придумал для того, чтобы можно было общаться. Знаете, я вот сейчас отгадаюсь, чем вы проснулись сегодня утром. Вот с таким устройством, да? Оно лежало рядышком, прямо вот рядышком с вами. Почему? Там наше общение. Там все общение. И посмотрите, Иоанна сегодня вот сидит, она даже у меня здесь лежит, да? А зачем она сегодня с нами лежит, да? Вот человек столько всего придумал, чтобы общаться, чтобы общаться, да? И мы с этим устройством засыпаем, да, засыпаем. Оно вот мурлыкнет, мы еще посмотрим ладочек, и вот там звук выключим. Ну, чтобы оно вот было рядышком, не дай Бог нам напишет, мы должны ответить, да? Мы общение, мы все в общении, мы все в общении. И когда в Дом Божий приходим, мы приходим тоже пообщаться. Ну, уже с Богом. А вот это устройство, оно рядышком с нами, да? Вдруг мурлыкнет, а мы должны ответить, должны ответить. И, знаете, я думаю, может быть, нам вообще их сдавать там вот вначале? Поставить брата вот там, я не знаю. Пусть он стоит там, собирает их все вот эти наши, общает. У меня там между собой пусть общается. А после два часа, два часа, можем выдержать? Конечно, можем, друзья. Я не против вот этих устройств, и я живу так же, как и вы с этим, да? Ну, кто был в Боровичах, заметили, там вот оно не отлегался, да? Вот у нас было другое общение. Мы выехали в лес, и там не было такой хорошей связи. И, в общем, неделю дети пережили, ничего находили. Они, правда, где там убежать пообщаться. Друзья, общение. Общение очень важно. Но сегодня я хотел порассуждать вместе с вами об ином общении. Общение человека и Бога. Вот человек настолько общается друг с другом, что забывает, что есть все-таки Творец. Есть тот, кто его создал, и кто хочет с ним общаться. Самое удивительное, Бог хочет с нами общаться. Он хочет с нами разговариваться. Мы, может быть, думаем, что, может быть, ему неинтересно с нами, но что с нас взять? А Бог хочет с нами общаться. Я прочитаю текст, о котором мы начнем рассуждать. Псалом 84, 9 стих. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но до них падут они снова безрассудства. Послушаю, что скажет Бог». Мы с вами уже обсудили, что Бог хочет с нами общаться. И мы можем некоторые тексты приводить. Мы читаем книги Иеремии. «Воззови ко мне, Бог говорит, и отвечу тебе». Бог побуждает нас. «Воззвать». Или другой текст мы читаем. «Придите и рассудим». Бог говорит. «Придите и рассудим. Пообщаемся, поговорим, какие дела вы натворили». Бог хочет видеть общение с нами. Для чего Он хочет с нами общаться? Мы уже слышали немного, для чего Бог хочет общаться. Он хочет нам рассказать вообще, как устроен этот мир. Мы же не знаем, как он устроен. Мы родились 20, 30, 50 лет назад. А всему остальному нам приходится верить. И Бог сделал так. И Он нам рассказывает, как устроен этот мир. Он хочет рассказать нам, как устроен этот мир. Бог хочет нам рассказать о своих планах. И мы читаем, и слышим слова Божие об его планах в отношении этого мира. Что будет, что было, как будет дальше. И Бог хочет нам это все рассказать тоже. Бог хочет нам рассказать о том, как мы живем. Бог хочет нам рассказать. И Он рассказывает нам о том, как мы живем, что мы делаем. Бог хочет, чтобы мы с Ним общались и слышали Его. Бог хочет через общение с нами научить нас чему-то. Бог хочет через общение с нами исправить нас в чем-то. Бог хочет даже узнать наше мнение, что мы думаем по тому или иному вопросу иногда. Друзья, Бог хочет говорить к людям. Я хотел бы порассуждать, друзья, с вами, как Он говорит. Не как мы с Ним начинаем говорить, а как Бог начинает говорить с нами. И мы уже слышали, да, это Святое Писание. Оно и называется Слово Божие, да. Вот вы хотите, друзья, с чего нужно начинать разговор с Господом? Если вы человек необращенный, да, хотите послушать, что говорит Бог? Открывайте Евангелие и слушайте. Это Слово Божие. Это Его Слово. Оно уже будет к вам говорить. Бог хочет говорить к нам через Слово Свое. Еще один текст, как разговаривает Бог. Евангелие Атеана, 3 глава, 8 стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть Бог говорит через Дух, Дух Святой. Это не какая-то мистика, да. Знаете, человек, который испытал процесс покаяния, он знает, о чем идет речь. Вот живет человек с обычной жизнью, он не считается особо грешным, и вдруг Дух начинает говорить, ты грешен, покайся. И настолько настойчив этот Дух, этот Дух говорит сердцам нашим, покайся, ты грешен, ты подимнешь. И голос его слышишь, и человек кается, и уже не слышит этот голос, да. Приходит и уходит. Вот так Бог через Духа Святого с нами разговаривает, и к этому голосу нужно быть чутким. Как еще Бог говорит, друзья? Он говорит с нами через наших ближних. Он говорит с нами через служителей. Посмотрите, вот в Евангелии очень много описано случаев, как Бог говорил с людьми через служителей. Ну вот один пример. Послание Галатам, третий стих. Служитель, апостол Павел, и Бог через него говорит к людям. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы распятый?» Да? Апостол. Бог через него говорит, через служителей говорит с нами, друзья. Через ближних, через брата нашего ближнего. Иногда Бог говорит, а мы можем не слышать это. Как еще говорит Бог, друзья? Через совесть. Мы знаем, что Бог говорит через совесть. Кремлянам 2 глава с 14 по 15 стих. Давайте прочтем этот текст. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то, не имея закона, они сами себе законы. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие другую». Дед, вы знаете, что такое совесть? Да. Вот это вот, что-то сидит в нас и говорит. Это нехорошо сделал. Нехорошо, да? Ай-яй-яй, да. А вот это хорошо сделал, оправдывает нас, да? Это совесть. И Бог через нее говорит. И даже люди, которые язычники, которые никогда не сталкивались с Евангелем, Бог с ними общается через совесть. И совесть их обвиняет, и они будут судимы по этому закону совести. Знаете, вот эти все вот интересные тексты, да, немножко вот теория, она немножко нас, да, вот так погружает в сонливость, может быть. Но, друзья, это очень важно. Это очень важно знать, как Бог с нами разговаривает. Я хочу прочитать теперь историю. Историю, и она немножко вот наглядно это показывает. «Ехал однажды один неверующий человек». Мы читаем в «Деянии апостолов», восьмая глава, это событие. Это был Евнух. Он ехал на повозке и читал Слово Божие. И мы читаем, как эти события развивались. Шестой стих. «А Филиппу, ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газу на ту, которая пуста». А там как раз ехал этот Евнух. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа, кондатий, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, проезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Вот замечаете, Бог разговаривает и с Филиппом, Бог разговаривает и с Евником. Дух сказал Филиппу. Как он ему сказал? А вот так и сказал. И Филипп понял, что нужно подойти и пристать к этой колеснице. Ну, важный человек едет. Хоть он и Ефиоплянин, но важный очень. А приди, пристань, и ничего страшного не будет. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» «И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был на заклане, и как агнец пристригущему безгласен. Так он не отверз у своих». И вот этот текст он читал. Дальше Евнух говорит Филиппу. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком говорит пророк это? О Сибели или о ком-то другом?» То есть мы видим в этом случае Бог разговаривал с Филиппом через Слово Божие. Через Слово Божие. Он читает Слово Божие, и Бог с ним производит в нем процессы, размышления, рассуждения. Через Слово Божие разговаривает. Почему важно человеку, если он хочет услышать голос Божий, читать Слово Божие? Бог с нами начинает разговаривать. Если мы хотим какие-то чудеса, как Филипп нам сказал, «Нет, вы начните читать Слово Божие». Вот здесь уже все сказано. Это его слова. И они начинают действовать в нашем сердце. Как это действовало в Евнухе? «И Филипп отверстия устава своей, иначе от всего Писания благовествовал ему об Иисусе». И вот Филипп ему начинает все это изъяснять. Бог понимал, что человеку так вот несведущему сложно, и он послал Филиппа, чтобы объяснить. Опять-таки Бог начал говорить уже через ближнего нашего. Ближний Филипп был ближний. Вот эти все случаи в одной истории мы видим. Бог начал говорить к Евнуху через Филиппа. И Филипп ему все это объяснял. И подъезжают они к воде. 36 стих. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал, «Если веруешь, от всего сердца можно». Он сказал, «Верую, что Иисус есть Христос, Сын Божий». И приказал остановить колесницу, «И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его». Вот так, друзья, Бог поговорил с человеком за одну поездку. Вот так Бог общается со служителями, с Божьими. Вот так говорит Бог, и Он хочет с нами общаться и разговаривать. Мне кажется, это вообще такая идеальная история, когда человек вот так приходит домой, открывает Писание и начинает слушать, что говорит Бог. Он очень внимателен, Он слушает, Бог ему говорит, и вот Он исполняет все, что говорит Бог. Но я хотел еще одну часть коснуться, друзья, как Бог говорит, когда мы не хотим слушать. Бывает у вас такое, что вы не хотите слушать родителей, дети? Бывает, я знаю. Бывает, не хотим. И что-то нужно сделать, чтобы вас, нас спасти. Так же происходит у человека с Богом. Когда Бог хочет говорить с человеком, а человек не хочет говорить с Богом. Он говорит, у меня и так все хорошо, у меня все нормально. Зачем мне нужна вот ваша эта вера в воскресенье, 10 утра, я спокойно отдохну, поеду, ну и много-много-много чего. Так же дети делают, да, мама, зачем мне вставать, зачем мне учиться, зачем мне ходить, зачем мне подстригаться, зачем мне убираться, да, и ничего не хотят. И вот родители ломают голову, что бы сделать с этими детьми, чтобы они стали их слушать, да, конфетку, да, велосипед купят, уберешься, да, да, всю неделю буду убирать. И вот, ну, идет такой диалог, да, и Бог хочет с нами говорить, а мы не хотим иногда слушать. И Бог начинает с нами, ну, искать методы, как поговорить. Давайте мы прочитаем, как это происходит. Иова, 33 глава, 14 стиха. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо, мы, хотя их не закрываем, да, но вот это внутри происходит, открывает ухо и запечатлевает свое наставление. Человек просыпается и не может жить. Ведь у него в ухе вот это звучит. Такое бывает. Для чего это делает? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. То есть, Бог избирает некоторые методы, которыми он с нами начинает говорить. И это методы бывают очень часто через боль. Почему-то через боль человеку доходит как-то быстрее. Да, вот через такой, ну, мы называем это наказание, да, наказание. А это не наказание, это спасение, по сути. Это спасение. Это происходит. И Бог посылает нам некоторые трудности. Для чего мы читаем? Чтобы отвести душу нашу от пропасти, чтобы спасти жизнь наша. И Бог посылает нам некоторые такие вот случаи. Знаете, однажды, я хочу вспомнить еще одну историю. Однажды случилось это в жизни израильского народа, когда он шел по пустыне, когда он проходил вот эти вот места, и он уничтожал там вот этих языческих царей. И однажды мы читаем в книге числа в 22 главе, целая глава описывает вот это событие. Однажды он подошел к земле Моавицкой, там был царь Валаак, такой царь был. И он все это уже знал, что происходило. И я хочу вспомнить историю, как Бог иногда разговаривает, когда мы не слушаем. И в этой истории очень четко описано это событие. И этот Валаак, когда узнал, я просто не готов сейчас читать всю главу, но я кратко перескажу. Когда Валаак это узнал, он решил, что нет, мы не хотим помирать, народ очень опасный, очень сильный, очень такой воинственный. И он начал искать методы, как избавиться от этого народа. И вот он знал, что есть такой пророк Божий, его очень похоже звали, одна буква отличается, Валаам. Дети, наверное, на занятиях своих проходят. Валаам, пророк Божий. И он решил пойти и позвать этого пророка Божия, чтобы он наложил проклятие на народ Божий, и тогда они смогут его победить. Ну, в общем, интересная схема, интересная схема, но, видимо, больше он ничего не мог придумать. И вот он набрал вот этих своих князей, он дал им кучу подарков, множество подарков, и они пошли к пророку Божьему. Пророку Божьему. Что сделал пророк Божий, как вы думаете, стал слушать? Нет, конечно, нет. Пророк Божий, и я хотел немножко все-таки прочитать. И пошли старейшины, седьмой стих, 22 главы числа, и пошли старейшины Мавидси, старейшины Мадиамсти, с подарками в руках, с заволхвования, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валааквы. Он же сказал им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь, и остались старейшины Мавидси в Валаамы, и пришел Бог к Валааму и сказал, кто это люди у тебя? Вот видите, Бог спрашивает, и Бог спрашивает у нас, кто эти люди у тебя? Сам Бог пришел, то есть он пошел спать, а Бог к нему пришел. Валаам сказал Богу Валаак, сэмсифору, и вот мы читаем, и сказал двенадцатих Бог Валааму, не ходи с ними и не проклинай. Он, дети правы, он не послушался первый раз их, он отправил этих князей и сказал, нет, Бог народ свой не проклинает, я не буду проклинать. И пришли эти рабы в Валааму и говорят, что нет, не пошел с нами этот пророк проклинать народ Божий. Тогда что он делает? Он делает следующую попытку. Знаете, вот если бы эта история была только в этой главе и не было бы Нового Завета, где апостол Петр очень так жестко описывает это событие, поведение пророка Божьего. Здесь мы этого не видим, такой оценки. Но эта оценка дана Петром по откровению о Духе Святого. Мы видим, что не очень даже иногда бывает людям понятно, почему Бог второй раз сказал ему иди, иди. Но если мы будем читать послание Петра, 2 глава, 2 Петра, 15 стих, мы поймем, почему. «Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, вот этого пророка Божьего, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Оказывается, у Валаама была проблема, он очень любил мзду неправедную. Что это такое? Это вот такие денежки, которые они ему принесли. Может быть, об этом и Валаак знал, я не знаю. Может быть, это не первый случай был в их отношениях таких. Может быть, это вообще у него такой вид был, такой деятельности, что он проклинал людей нечестивых. Ну, не знаю, это мы можем только догадываться, друзья. Но мы видим, что он очень любил это. И мы читаем дальше, что ослица остановила безумие пророка, такая оценка, безумие пророка. И мы видим, что Валаам пошел. Второй раз он уже пошел, потому что Бог ему сказал, потому что Бог видел его сердце, и он понимал, что он пойдет. И вот смотрите, Валаам не хотел слушать, не хотел. Второй раз мы читаем. Посмотрите, что произошло дальше. 21 стих. Валаам встал поутру, оседал ослицу свою и пошел с князями Маевицитами. То есть, после этого события, второй раз, когда они пришли, он пошел с князями Маевицитами. Бог им разрешил. И воспалал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ним двое слуг. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. То есть, ослица уже видела проблему. И она, Бог через ослицу пытался поговорить. Вот бывает, Бог говорит так. И через ослицу он пытался поговорить с Валаам, чтобы он все-таки догадался. Он же мог сразу показать ему меч. Вот вы видите по тексту, что он показал только ослице пока. И он надеется, Бог, что человек увидит, увидит его разговор, Божий разговор, услышит его голос и возвратится. Но он не видит, он эту ослицу гонит обратно. И уже что сделал ангел? Как остановить пророка Божия, когда он уже взял цель? И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Вот узкое место, уже ослица не убежит. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене, прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. И дальше интересно происходит событие. И отверст, 28 стих, отверст Господь уста ослицы. И она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Но нам, горастим, жителям непонятно, как разговаривать с животными. А там, в деревнях, люди разговаривают с животными. Это норма. И может быть, он так увлекся, что он не понял, что уже и животное с ним разговаривает. Ну, да, с животными разговаривает, и вот он разговаривает. Валаам сказал ослицу, отвечает ей, за то, что ты поругалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. И вот ослица ему объясняет, что она его ослица, она его всегда возила, она никогда так не делала. Неужели до него не дойдет, что что-то не то происходит? И вот она ему объясняет это, да, но это Бог объясняет через ослица. И дальше мы читаем, что Бог вмешался в этот диалог, насколько можно, человек с животным разговаривает, надо уже, ну, никак человек не понимает. Тогда он же прям вот явно говорит, и открыл Господь глаза в Аллааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И что ему говорит ангел? Он ему объясняет, что ослица не просто так, да, 33 стих, он говорит, что и ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя. У этого ангела была задача убить, если не уйдет ослица. И Бог решил сохранить, сохранить пророка, он не хотел его убивать. А как, вот подумайте, как бы вы спасали этого пророка, да? Вот у вас есть определенные такие вот правила жизни, да? Или вот правила существования, которые, они незыблемые, они праведные, и вам нужно остановить этим праведными метами Валаама. И вот Бог нашел способ, Бог нашел способ. Он поставил ангела, он поговорил с ослицей, он поговорил с этим пророком, и пророк все понял, пророк все понял, он увидел это мир, он увидел смерть, он увидел смерть и пал перед Богом. Друзья, но вот это очень интересная история, можно и вот как-то по ней, о ней может быть больше порассуждать, но я хочу на этом остановиться и может быть прийти, но как бы вот вы в современном переводе это перевели, да? Вот, например, вы не хотите слушать Бога, да? Как он будет с вами разговаривать? Как он будет с вами разговаривать? Ну, ослица это транспортное средство, мы поняли, да? Он ехал на ней. Иногда Бог с нами разговаривает через наши транспортные средства бывает разговаривать. Знаете, вот я как-то рассказывал этот случай, но был у меня однажды вот моя ослица, транспортное средство со мной поговорило. Ну, такой случай был. К сожалению, я, видимо, не был чуток и не понял, что надо делать, но я собрался как вот этот в лагне, не проклинать, а я собрался в отпуск. У меня были планы большие, я должен был ехать. Уже у меня наступил отпуск, вот уже там последние дни вот уже мы собираемся, нам надо уезжать. Уезжать, и мне надо было одно мероприятие доделать, отвезти там на машине некоторые вещи, и я уже ехал домой, чтобы собираться ехать. Но у Бога были, видимо, другие планы, как человек, который едет в отпуск. Вы его не остановите, он устал, ему надо отдыхать. Вот такой был я, и Бог нашел, нашел. Как пожарная машина может легко остановить все ваши планы. Все ваши планы. Но я удивляюсь милости Божией, я мог в нее врезаться на скорости. Бог сделал минимум, такой минимум, из-за которого я не смог поехать. То есть ущерб был такой, что я смог доехать до дома. Но настолько сильный, что неделю должен был эту машину чинить, я уже никуда не успевал. И я слиться, она не прижала ноги мои в этой машине, и в поле не ушла, не уехала. Вот этого было достаточно, и Бог сделал этот минимум. И слава Богу, что так все обошлось. Бог бывает разговаривает с нами через обстоятельства. И тогда, когда мы не внимаем, обстоятельства начинают ухудшаться, ухудшаться, а мы все бьем и бьем эту ослицу. Мы ропщим на нашу жизнь, мы проклинаем людей, мы проклинаем ближних, которые рады с нами, мы говорим, Господи, за что мне эта работа, за что мне эти люди, которые тут все время мне мешают жить. И вот, а мы не слышим, Бог стоит свечом, у нас буквально шаг, и мы умрем, поднимем, просто поднимем навечно. И Бог посылает эти обстоятельства, и так нам посылает, и так посылает. И двоечку мы получим в школе, потому что мамы не слушались, или еще что-то с нами происходит, друзья, Бог обстоятельства нагнетает, а мы, что мы берем дубину и бьем. Вот все, на что мы способны, друзья. Но милость Божия велика, милость Божия велика, и Он таки останавливает нас, может быть, уже в шаде от подибели, и не дает нам подибнуть. Друзья, я хотел сегодня поговорить, вместе порассуждать, вместе с вами обобщение, о том, как Бог общается с нами, как мы общаемся с Ним. И я хочу призывать сегодня каждого из нас, друзья, найдите время для общения с Богом в своей жизни. Сейчас очень прекрасные вечера, очень прекрасные подмосковные вечера. Вот выйдите сегодня вечером, сядьте, посмотрите на это великое создание Божье и спросите у Господа, «Господи, а все ли у меня хорошо? Вот реально, все ли у меня хорошо? То ли я смотрю, что ты хочешь благословить, туда ли я хожу, где ты меня хочешь видеть, то ли я слушаю, Господи, что тебе угодно, то ли я делаю, что ты хочешь, Господи, так ли я вообще верю? Вот сделайте этот диалог с Богом, сделайте этот диалог с Богом, поговорите с Ним. Вы думаете, Бог не ответит? Бог ответит, Бог подскажет. Написано, «Воззови ко мне, я отвечу тебе». Не нужно доводить обстоятельства до таких, чтобы вы повернулись, а рядом уже эта ослица, которая сейчас будет с вами разговаривать. Посмотрите вокруг, может, она уже стоит, друзья. Может быть, друзья ваши видят ваше такое состояние или служители Божьи, которые видят, что пропадает человек, пропадает, и он подходит, приобнимет, говорит, брат, дорогой, нельзя так, нельзя, это уже крайности, далеко же идешь. Друзья, это голос Божий, это голос Божий через ближних наших, через обстоятельства. Насколько вы чутки голос Божий, друзья. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас не смотрел, и хорошо, у кого этих случаев нет. Друзья, вы, видимо, очень чутки голос Божий, вы не видите ангелов с мечом со смерти, и очень хорошо этого и не видеть никогда, друзья. Вот так вот настроить сердце свое на то, чтобы слышать, Господи, послушаю, что скажет Господь. Друзья, место для общения с Богом, место для того, чтобы слушать Бога, оно заключается и в ежедневном чтении Слова Божия, потому что не нам выбирать, как будет говорить Бог, Он уже говорит нам через Слово Божие. Если мы не хотим Его слушать, мы не будем читать Слово Его. Это первый показатель, что мы не хотим Его слушать. Друзья, читайте Слово Божие и будьте внимательны в диалоге с Богом, в молитве с Богом, позови ко мне, помолись мне и я отвечу тебе. Покажу твои недостатки, твои правильные вещи, которые нужно улучшить. Друзья, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня смог сказать Господу, как мы и прочитали с вами вот этот первый стих, первый стих из Псалма 84. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим». Бог говорит нам мир. Бог всегда к нам идет с миром, Он никогда к нам не идет с войной. И Он хочет, чтобы этот мир был в сердце нашем, в душе нашем. Но для этого нужно послушать, что Он скажет. Послушать и услышать, что Он хочет сказать нам. Да благослови, друзья, Господь, каждого из нас слышать голос Божий. И не доводите, друзья, до таких вещей, чтобы ослики наши летали в поля, чтобы ангелы нас останавливали мечами. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Да благословит каждого из нас, Господь. Аминь.